Ола, амигос! На связи Матвей. Я заметил, вам очень сильно понравилось видео, где я прыгнул 15 раз на самую опасную локацию в Фортнайте, а именно Колки и Башни. Так что сегодня я для вас решил подготовить похожее видео, а именно мы прыгнем 15 раз на локацию Колоссальный Колизей. Данная локация для нас в новинку, я уверен, у многих из вас возник вопрос, стоит ли её выбирать как основную локацию для высадки в арене или турнирах. Так что в этом видео мы поподробнее разберём данный вопрос. Я буду прыгать более 15 раз в эту локацию в разных местах, при этом всё в режиме арены. А масло в огонь добавляет тот факт, что я играю на телефоне, а как вы знаете, арена у нас в этом сезоне мультиплатформенная. Так что сейчас мы разберём, какие места в этой локации самые безопасные, какие самые опасные, в какие лучше всего прыгать, где больше всего сундуков и многое другое. Ну а перед тем, как мы приступим к сегодняшней теме, если вы впервые на моём канале и вы так же, как и я, играете в Fortnite Mobile, да даже если вы играете на любой другой платформе, обязательно оформите подписку. Поддержите меня как начинающего автора, я стараюсь. А если вы уже подписались, то ни в коем случае не стоит забывать, что наилучшая поддержка меня это мой тег автора Мотивкар в вашем жедневном магазине Fortnite. Смело водите его и покупайте исключительно с ним. Также вы можете делать скрины ваших покупок с моим тегом и добавлять их в специальные альбомы и группы канала ВК, ссылка в описании, так вы сможете попасть в ролик, как и следующие ребята, в конце видео. Ну а теперь, после небольшой саморекламы, давайте-ка приступим к нашей игре. Ну что ж, вот и первая игра, колоссальный колизей, прямо по курсу. Первые несколько игр я решил высаживаться именно в это место, не знаю как оно называется, давайте это называть Королевская трибуна. И вот я уже залутал пару сундуков, у меня нет дробовика, но у меня зато есть импульски и я иду смело рашить врага. Кидая под себя импульску, разрушая пол здания и вижу как два парня между собой начинают файтиться. К сожалению, первый фраг у меня украли, и я решаю за это отомстить. Но тут внезапно меня застает врасплох третий лишний. И я решаю на импульске улететь и взять ХГ, чтобы потом сверху уже его успешно заспамить. Но внезапно со спины он поднимается ко мне, но все равно это не помешало мне его убить. Далее на этой локации я был совсем один и решил оттуда уходить. Я тихо и мирно гулял по кинотеатру, как вдруг из ниоткуда появились вот эти вот ребята. С ними я файтиться не хотел, мне это было ни к чему, но как вдруг вместе с ними по мне начал стрелять какой-то чел. Во второй игре колоссальный колизей был достаточно отдален от маршрута боевого автобуса. Поэтому кроме меня и какого-то бота, которого я успешно убил, там больше никого не было. Далее полностью в одиночку залутав эту локацию, я решил идти дальше. И так я шел, пока не заметил файт каких-то двух игроков. Я конечно же вмешался и смог одного из них отправить в лобби. А вторым оказался какой-то жуткий киберспортсмен на ПК, при этом с ноль пингом, который отобрал у меня стенку, быстро поставил рампу и убил меня. В третьей игре колоссальный колизей был у нас прямо по пути. Ну и конечно же со мной прыгнуло человек минимум пять. В общем пока я лутался, они уже успели друг друга поубивать, поэтому я остался с каким-то челом один на один. Искал я его достаточно долго, потому что он где-то засел под трибунами и я его никак не мог найти. Позже, когда я отвлекся, он незаметно поднялся по ближайшей лестнице и хотел занять ХГ. Я это конечно же ему сделать не дал. Потом он спустился вниз, застроился в бокс. Я хотел его сломать, но внезапно он отредачил стенку, выпрыгнул на меня. Я испугался, растерялся, но все же смог его убить. Везение на моей стороне. Позже, какой-то игрок получил задание меня убить. Я думал занять ХГ и дать ему хэдшот со снайпы, но в итоге, сам его получил. Ну а что делать, когда твой противник фейзвасек? Снова колизей находится в какой-то жопе от нашего маршрута. По итогу я полностью обчистил колизей, но так и ни одного игрока тут не встретил. Зато я встретил одинокого мандалорца, которого решил замочить со снайперки. Через минуту его лут был уже моим. Вообще, могу сказать, что единственное нормальное применение лута мандалорца, это тепловизор на его винтовке. Винтовка, в принципе, плюс-минус нормальная, но, к сожалению, когда ты против какого-нибудь ПК-шера, с ней не поиграешь. Реактивный ранец и вовсе бесполезен. Позже на моем телефоне осталось 15%, и мой фпс упал до 30%, поэтому меня так и легко завалили в этой катке. В четвертой игре колизей снова был не близко, и я решил приземлиться в центральные постройки на арене. Благо, в этот раз на локации я был не одинок. Этот чел тихо хотел закрысить меня снизу, но он не заметил, как я его проследил, когда он шел на лестницу ко мне. Поэтому я его встретил с зажимом с ПП-шки, ну а потом и вовсе отправил в лобби. Как только я вышел с локации, я заметил, как два челика в файтис прилетели ко мне. Я, конечно, не остался равнодушным и решил вмешаться. Пока одному я успел снести всю броню, тот успел его убить и прийти по мою душу. Когда мы оба попали в один бокс, я его зачем-то начал зажимать с ПП-шки, а он меня добил синего тактика. В следующей игре колизей был на средней дистанции от полета нашего автобуса. Но это не помешало оказаться этой катке довольно-таки интересной, так что смотрите внимательно. В этот раз я решил приземлиться на коридоры в стене. Я знал, что потребности искать сундук у меня не будет, потому что здесь спавнится много оружия. Я знал, что надо мной файтится два челика, поэтому решил внезапно выскочить за спиной одного. Впрочем, один из них свалил, поэтому я решил запрыгнуть в это углубление и ждать другого врага. Как вы видите, я легко с ним расправился. Я знал, что помимо меня на локации находится еще один человек, поэтому решил его искать. Я долго его искал, но так и не мог понять, где он, потому что выстрелы ко мне прилетали, но меня не дамажили. И тут я понял, что это все был баг, и мой противник просто находился внутри неразрушаемой крепости. Откуда он мог в меня стрелять, но при этом урон мне не наносился. В общем, я немного потанцевал и забил на эту ситуацию. Однако совсем скоро он выбрался из той ловушки и внезапно на меня напал. Как вы видите, я начал смело его дамажить со своего тактика. Я с ним немного пострелялся, редактируя лестницу. Как вы видите, все делал максимально профессионально. Закрывался, открывался и так далее. Вдруг он решил выйти с бокса, и я решил его уже добить, но он меня ваншотнул со своего чарджа. В следующей катке я решил приземлиться на один из домиков на арене и залутать там один сундук. Позже через ближайшую дверь убежал в нижний этаж крепости. Оболтал все сундуки, но кроме синей эмки и легендарного пекаря у меня больше ничего не было. Мне оставалось только идти рашить последнего противника на этой локации. Первое, что я сделал, это взял ХГ, пока он хилился. Я знал, что у него был тяжелый тактик, поэтому действовал максимально аккуратно. Он решил отсиживаться снизу, но я сломал стенку и внезапно начал по нему стрелять. Дал ему возможность выйти ко мне и внезапно зажал сэмки. По итогу я теперь счастливый обладатель легендарного тактика. Как только я вышел с колизея, я заметил какого-то пацана, и у нас начался билдфайт. Все шло хорошо, пока кто-то сзади не начал стрелять мне в спину. Я решил выйти из этой ситуации, просто заняв ХГ. Тут наш файт с прежним челом продолжился. Я до сих пор не понимаю, как, как он пробрался ко мне в бокс. Посмотрите повтор записи. Я ставлю стенку, и только потом он прилетает ко мне. В любом случае, так как у меня был золотой тактик, я легко с ним расправился. Однако пришел второй чел, и тут повторилась такая же ситуация. Ну неужели мой интернет настолько плох? Далее я хотел приземлиться прямо на стену. Вообще у каждого места высадки в этой локации есть своя фича. Но об этом давайте поговорим в самом конце. Вообще, эту игру я отыграл как-то посредственно. Например, вот. Надо мной происходил файт, у меня были импульски, и я решил резко ворваться снизу. Чел спокойно сидел в конусе, запивался. Я ему с эмки снес весь армор. Он меня своим тактиком локишотом чуть не убил. С помощью импульски я хотел его ретейкнуть. В общем, он застроился в бокс, но я решил тоже похилиться. Как же я пожалел, что на этот пол не поставил конус. Так бы он бы не выпрыгнул, и меня бы не убил. В следующей игре я тоже решил высадиться на вершину стены, только там, где уже есть сундук. Так, по началу игры у меня уже будет хайграунд, у меня будет оружие, у меня будет хил, у меня будут ресурсы, потому что на вершине стены их добыть негде. Потом я пошел на лестничную площадку. Я знал, что подо мной находится игрок. Я хотел как-то незаметно его оттуда выгнать и убить. Но тут внезапно врывается в нашу игру третий лишний. Отбирает у меня хайграунд, и я решаю спуститься вниз. По дороге как раз таки встречается тот крысеныш, который меня выжидал снизу. Ну а после тот чел с хайграунда прыгает на меня, ресурсов у меня не было, он был с броней, так что я отлетаю в лобби. Последняя игра получилась довольно таки динамичной. Я беру эмку и иду викейть остальных противников, которые еще не успели приземлиться. Пока мой противник был занят другим парнем, я его спокойно убиваю. По такой же тактике хотел убить и второго чела. Но все же я потом вспомнил, что патронов у меня нет, ресурсов нет, и я решил валить вниз. Сидел, ждал своего противника, вот он появился, у него был дробаш, у него были ресурсы, у меня этого ничего не было, поэтому я умираю. Так, ну что я могу сказать по итогу? Колоссальный колизей, отличная локация. Думаю, это теперь будет моя мейн лока. Это максимально сбалансированное место на карте. Локация находится в центре, здесь падает не так много людей, но при этом здесь и не пусто. Хотя иногда, когда локация находится отдаленно от маршрута боевого автобуса, здесь вы никого кроме себя встретить, к сожалению, не сможете. Эта локация сама по себе особенная, она не такая, как все. Во-первых, что ее выделяет, это неразрушимые места. Да, стены в этой локации разрушить нельзя, здесь есть как и плюсы, так и минусы. Из минусов, что у вас возникнут проблемы, когда вы захотите спуститься через стены. Уверен, у всех вас, кто посещали данную локацию, возникали такие проблемы. Когда вы на вершине стены, вы хотите спуститься, у вас не ставится ни пол, ни стена, и, соответственно, вы падаете и теряете большую часть хп. Да, это минус, но отсюда вытекает и плюс, что если, например, вы играете в трио, вы можете полностью отцепить данную локацию, если она находится в зоне, и никого близко не подпускать. Да и вообще, эту локацию окружает сплошная пустошь, и с нее легко мониторить противников. А так как рядом находится Мандалорец, вы можете его убить, взять у него винтовку с тепловизором и так выслеживать каждого, кто приближается к вам. Ладно, давайте поговорим, какое место высадки в этой локации является самым лучшим. Выбора у вас вообще особо-то и нет. Это либо вершина стены, либо это трибуны, либо это сама арена. Причем, прошу заметить, что арена всегда бывает рандомной. Арена может быть застроена чьими-то постройками, которые могут редактировать все. На арене может быть пару небольших домиков вместе с кораблем викингов. Ну и на арене вообще ничего не может быть. В общем, давайте разберем каждый из вариантов. Прыгайте на вершину стены, у вас есть хайграунд. У вас будет оружие, но минимум ресурсов. Но у вас есть бонус, а именно углубление в стенах, которое нельзя разрушить, и вы можете в них прятаться. Второй вариант это трибуны. Лучше всего прыгать на королевскую трибуну, потому что вас там будут ждать целых два сундука. Ну а также там можно достаточно нафармить камни для вашего файта. Ну и последний вариант, сама арена. Да, в принципе там делать нечего. Особенно если в вариант арены у вас редактируемые постройки. Лучший вариант это корабль викингов, потому что около него есть небольшие домики, в которых можно найти сундук. Лутайте быстро сундук и через ближайшую деревянную дверь врывайтесь в самый последний этаж стен. На последнем этаже стен достаточно безопасно. Если вы встретите игрока, у вас начнется баксфайт. Там достаточно сундуков, ну а также можно хорошо нафармить себе дерево. Ну а также не забывайте про два главных входа в Колизей на юге и севере. Если что, просто взрывайтесь в песок и валите оттуда как можно дальше. Ну а что думаете по поводу этой локации именно вы? Пишите об этом в комментариях. Если вы досмотрели этот ролик до этого момента, уверен, он вам понравился. Так что не забудьте поставить лайк, если вы этого еще не сделали. Пишите в комментариях, какую следующую локацию мне проанализировать. Ну а по традициям с вами как всегда был Матвей. Hasta luego.